Эпид-ситуация в мире не улучшается. На прошлой неделе после смягчения карантинных мер ситуация вновь обострилась, особенно в Китае. В других странах ужесточили меры эпид-контроля. В Шанхае за сутки COVID-19 инфицировано 788 человек и бессимптомно выявлено 7084 человека. Также 3055 пациентов выписаны из больницы. Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ча Алиццян заявил, что некоторым индийским студентам разрешено возвращаться в университеты страны. В Пекине из-за резкого увеличения количества случаев заражения коронавирусом школьники города не стали посещать занятия. Когда будут открыты учреждения образования, пока неизвестно. Также не решен вопрос с переходом учеников в дистанционный режим обучения. Власти Пекина решили вновь открыть больницу Сяотаньшань. Рестораны в столице временно закрываются и жители должны сдать тест на COVID-19, чтобы посещать общественные места. За последние сутки в столице Китая зафиксировано 53 случая заражения, а по всей стране выявлено более 50 тысяч инфицированных. Ранее сообщал, что власти Пекина усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах. Вводятся санитарные меры на спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и транспорта, торговли, общественного питания в государственных учреждениях и медицинских организациях. Болгария распахнула свои двери для туристов. С 1 мая отменен пограничный медицинский контроль. Зеленый сертификат, который был обязательным для туристов, больше не нужен. В стране снижается уровень заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявлено только 263 новых случаев заболевания. В больницах 878 пациентов, из них 83 в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время в стране не проводятся противоэпидемиологические мероприятия, и только клиентам крупных магазинов рекомендуется использовать дезинфицирующие средства для рук. Также сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Субтитры создавал DimaTorzok